К сожалению, на прошлой неделе мой Macbook и Apollo превратились в кирпичи. Вот так, по щелчку пальца. А пользователи на форумах пишут, что и RME, и Focusrite, и прочие девайсы у них тоже окирпичились. И кто же в этом виноват? Apple. Может обновление 14.6.1? Давайте разбираться. На самом деле, да, не буду тянуть интригу. На прошлой неделе я увидел минорное обновление 14.6.1. Проверите, кстати говоря, оно у вас сейчас стоит или нет. Ну и я подумал, до этого у меня была 14.6, и я думаю, добавилось что-то, что-то, точка 1. Но это очень минорное обновление. Я очень часто жду. Естественно, пользователи многие напишут, и я с ними абсолютно согласен, что нужно долго ждать после того, как выходит какое-то обновление. Нужно ждать несколько месяцев, а иногда лучше и год. Ну потому что за это время фиксят какие-то баги. И, понятное дело, если вы профессионально с чем-то работаете, звукорежиссер, битмейкер, дизайнер, видеограф, неважно, выходит какое-то обновление, это правило. Вы ждете, не нужно устанавливать вот сразу же, потому что, как правило, что-то работает не так. И я не из категории вот этих вот людей, которые, а, автообновление и будь как бы... Нет, я тоже жду. Но тут я смотрю, какое-то действительно суперминорное обновление, и я часто так делал. Обычно это не привносит каких-то вот прям катастроф. Но не в этот раз. Более того, я даже не сразу заметил, потому что я обновился, на следующий день я вот ничего такого не делал. И вот через, получается, день я собрался записывать видео, радостно и подключаю Аполло, и понимаю, что не работает Аполло. Просто дальше жизнь превратилась в какой-то диджитал кошмар, потому что я проводил на всевозможных форумах просто вот 24 на 7. Все остальное было каким-то фоновым шумом. Проблема достаточно глобальная, потому что задела она очень-очень многих пользователей. Сразу скажу, те люди, которые обновились на 14.6.1 в начале августа, то есть когда она только вышла, у них все нормально. Но те, которые обновились вот сейчас, а сейчас это начало сентября, да, первая неделя сентября, вот там возникли проблемы. Как уже пишут на форумах, я уже все это читал, все помню наизусть. Скорее всего, наши любимые друзья из Apple поменяли вот этот установочный файл, и хотя это тот же самый как бы 14.6.1, но по сути он не тот же самый, который был в августе. И вот те, к сожалению, люди, как я, которые обновились недавно, в начале сентября, короче говоря, какой-то очень умный человек в Apple изменил что-то в security, да, в безопасности. И поэтому каждый раз, когда загружался ваш компьютер, неважно сколько раз вы пытаетесь переустановить драйвера к Apollo, к RME, к Focusrite и всему остальному, он просто высвечивает, что типа настройки безопасности что-то не так, System Extension Error, там это, по-моему, называется профессионально. Вы заходите в настройки, все там отщелкиваете, перезагружаете, и все по-новой. Ну, короче говоря, это просто баг, который никак не лечится. По сути, у этой проблемы нет никакого решения. Вы пришли на этот канал, чтобы посмотреть решение, я вам говорю, решения нет. Но вы уже можете видеть, что мой Apollo работает, я достаточно радостный, поэтому все-таки решение есть, но вам оно не понравится. Так вот, я сначала пробовал, ну, естественно, вот где у меня hard drive, вот там лежит, я, естественно, все сохранил в тайм-машин, и совет номер ноль, вот даже не номер один, а совет номер ноль, делайте тайм-машин, вот эти копии постоянно. После каждых каких-то вот таких вот сбоев я всегда обещаю себе, «Коля, ты будешь делать хотя бы раз в неделю, ну, хотя бы раз в месяц, кого мы обманываем, да, раз в неделю, хотя бы раз в месяц делай вот эти копии». Ну, потом забываю. Короче, обязательно делайте копии. В общем, я подготовил свой MacBook, сделал все копии, приготовился к самому худшему сценарию, а про худший сценарий я сейчас расскажу. И есть несколько вариантов. Понятно, что вы можете в комментариях там что-то много писать, скорее всего, вот все то, что вы напишете, это очень не о чемные советы, потому что все это было перепробовано там в первые часы, грубо говоря. У этой проблемы нет решения простого. Так вот, естественно, первое, что вы можете сделать, это зайти в... Вы при старте MacBook'а нажимаете, долго держите кнопку, и загружается вот Recovery Mode. Я не буду сейчас суперподробно все это объяснять, это легко, в общем, все гуглится на официальном сайте Apple. Короче, вы заходите в Recovery Mode. На старых, ну как старых, на Intel MacBook'ах там Command R. На M-процессорах вы долго держите на кнопку включения, переходите вот в этот вот режим Recovery. Дальше вы можете нажать «Переустановить macOS». Ну, я как бы держал, скрестил пальцы и начал переустанавливать macOS. У меня это заняло где-то часа 4, то есть это вообще не быстрый процесс. Объясняю, когда вы переустанавливаете macOS, то все ваши файлы сохраняются. Вы просто переустанов... Ну, в этом плане как бы Apple молодцы. То есть если у вас просто проблема, у вас переустанавливается система, и все топ. Все драйвера, все настройки, все пароли, все сохраняются. Но сохраняются, видимо, и баги, потому что когда я потратил 4 часа, естественно, я куда-то уехал, вернулся домой, и ничего не поменялось. Я также снес все драйвера, снес все файлы, все что угодно, относящиеся к Universal Audio. Все переустановил. И такая же System Extension Error, как она называется. В общем, настройки безопасности. Я просто уже чуть... Режим Халка был постоянно. Вот. Ну и я понял просто, что надо готовиться к худшему. Опять я проверил, что моя копия Time Machine, она безупречна. И, в общем, я зашел в настройки и нажал «Стереть MacBook до заводских настроек». Короче говоря, полное обнуление MacBook. Вот. Новее, чем из коробки, как говорится, да. Я это все нажал, у меня все стерлось. Ну, как бы я уже принял. Вот стадия отрицания все уже прошло, стадия принатия. Я уже понял, что надо все стереть. И самое интересное будет дальше. Я, значит, все стер, сажусь такой. Ну, буду восстанавливать. Я уже сразу понял, уже сразу приготовился, что я не буду восстанавливать из Time Machine копии. Я сделаю новый MacBook. Да, понятно, что мне каждую программу нужно будет переустанавливать. Вот все, что у меня здесь есть. От Logic'а до какого-нибудь ChatGPT, до Skype'а. Ну, короче, вот каждую программу мне нужно будет переустановить. Все плагины. Но я был на это готов. Как бы, ладно, с нуля так с нуля. Окей. И первое, что вам открывается, когда вы сносите свой компьютер, это, естественно, ну, типа, установить новую систему. И вот самый первый шаг — это подключение вот этого модуля установщика к Wi-Fi. Ну, потому что так работает. Вы можете по проводу Ethernet, можете по Wi-Fi. Вот у вас две опции, короче говоря. Ну, может быть, как-то еще там с флешки. Но вот он сразу никаких больше не предлагал опций, только подключить к Wi-Fi. И к Wi-Fi он не подключался. Конечно же, ну, Wi-Fi работает у меня дома. Я пробовал на другом Wi-Fi. Я пробовал раздавать телефон. Короче говоря, проблема не в Wi-Fi. Все потому что интересно. Я уже сразу почитал на Reddit, на других всяких форумах. Ребята пишут, что у Apple, ну, молодцы которые, да, у них что-то там с серверами. И они тупо не отвечают. Вот те сервера, которые ответственны за восстановление ваших MacBook'ов, с ними нет связи. Когда она появится? Через час, через неделю, через месяц. Я на форуме почитал, там некоторые комментарии были, ну, несколько недель назад. Я понял, что, ну, это не вопрос каких-то там часов. И в итоге я вот так вот сижу, смотрю на мой дорогой кирпич, смотрю на мой дорогой кирпич под названием Apollo, думаю, что делать. И вспоминаю, что вот тот мой приятель, который все это то же самое проходил пару дней назад, как поступил он? Он взял донорский MacBook. Это называется Donor Computer. Apple прям так это официально называет, я вот пересказываю. То есть вам нужно найти какого-то друга, приятеля, незнакомца, не знаю, или отнять у кого-то какой-то компьютер, чтобы с помощью рабочего компьютера восстановить ваш по проводу. Вот, собственно, провод Thunderbolt, через который я все это делал. А вы знаете, это такой достаточно большой квест в субботу вечером, найти человека, который будет в городе, который будет вообще готов вас встретить. Ну, к счастью, у меня такой человек нашелся, я побежал к нему. Мы потратили много времени, да, так что сразу готовьте ужин, готовьте чай, снеки. На это уходит много времени. Я, собственно, купил тоже много тортиков ему. Мы взяли его MacBook, подключили с помощью Thunderbolt кабеля мой MacBook. Это может быть и Type-C, но просто у меня есть тоже Type-C кабель от Push 3, например, но я решил основательно. Официальный Thunderbolt кабель от Apple, чтобы прям вот не подкопаться. Самое главное, внимательно почитайте, как это делается. Вы вставляете в USB порт, который ближе к заряднику, вот туда. Но это на форуме прям Apple все это есть. Вы вставляете это в порт вашего сломанного, скажем так, MacBook'а ближе к заряднику, а на его компьютере в любой, в общем-то, порт. Ну, мы в такой же вставили, что на всякий случай. И там есть некая хитрая комбинация, Ctrl, Option, правый Shift, включить. Это все написано, то есть это не какая-то сенсация, я просто рассказываю, через что я проходил. И вот с помощью такого момента, с помощью такой установки, там надо скачать какую-то Apple, что-то программу какую-то. Я, наверное, напишу, как это все называется. На сайте Apple, опять же, написано, что по идее ваш MacBook отображается в браузере, в Finder, в самом, у того человека. У нас он почему-то не отобразился, у моего приятеля он отобразился, у нас почему-то нет. Но мы через ту, Apple Configurator, по-моему, называется, в общем, через ту программу мы увидели мой MacBook и сказали через тот MacBook, чтобы восстановить этот. Ну, как говорится, to cut a long story short, через там час-полтора мой MacBook наконец-то сказал вот этот вот hello, привет, hola, там, и так далее, на всех языках мира. Я быстренько все настроил, сделал новый чистый MacBook. И первым делом, естественно, что я установил, это были драйвера к Apollo. И, кстати говоря, я совершил ошибку, потому что у меня-то уже было до этого так, но на свежем компьютере эта функция была по дефолту. Объясняю, о чем я говорю. Вы наверняка уже знаете, что когда вы устанавливаете Apollo или какие-то такие девайсы, вам нужно зайти, опять же, вот в эти системные настройки при старте и выбрать легкие условия безопасности, скажем так, да, чтобы он воспринимал драйвера Apollo и других там устройств как нормальные, иначе он по дефолту считает их какими-то опасными. Потому что у меня сначала был приступ, я думаю, неужели я все стер, и у меня опять эта ошибка. Нет, просто я сам забыл этот шаг сделать. Короче, я вернулся, сделал этот шаг. Установил Apollo, перезагрузил, все, наконец-то у меня перестала высвечиваться эта табличка, что типа настройки безопасности и так далее. Ну, я выдохнул, поблагодарил моего приятеля, побежал домой, и весь, всю ночь, следующий день, и опять же, там, часов до трех ночи я устанавливал заново все плагины, все программы и так далее. начал с самых тяжелых вещей, это, ну, самых тяжелых, ответственных, это, конечно же, Apollo, я понял, что это заработало, потом установил iLog, UA Connect, это клиент Apollo, и дальше по списку. Очень хорошо, что все мои программы, все мои плагины, они лицензированные. И, о май гад, ребята, какое это счастье, когда вы не боитесь, что что-то у вас летит, вы просто все это устанавливаете, вы просто вводите свой пароль, учетную запись, и все у вас скачивается, все последние версии. Короче, ребята, лицензия это топ, лицензия это круто, и, ну, иметь лицензионные плагины, лицензионное оборудование, я не перестану всегда восхищаться, топить за это, это очень-очень здорово. Я не знаю, возможно, когда вы посмотрите это видео, а иногда бывает такое, что мои какие-то такие видосы, они вот актуальны сейчас, а кто-то пишет, типа, там, через два года, например, я думаю, боже мой, через два года как-то, по-моему, уже не очень актуально. Ну, короче говоря, я надеюсь, что к тому времени не нужно будет искать приятеля с макбуком, что все это сделается по Wi-Fi, но если вдруг не сделается, то я через это прошел, я делал это в первый раз, это для меня было в новинку, то это работает примерно так. Поэтому запасайтесь терпением, запасайтесь принятием, а, возможно, вот сейчас выйдет Sequoia, и ребята из Apple все это починят, и все будет нормально. И теперь специальное обращение к особым комментаторам, которые будут говорить, так вот, это же Apollo, это Universal Audio, так я же всегда знал, что это говно. Или, так я всегда знал, что Apple это тоже говно какое-то, вот у меня Windows XP, и все нормально до сих пор работает. Или вот у меня там RME, и все до сих пор работает. Мне, кстати, писали, ну, какие-то похожие сообщения уже в Инстаграме, потому что я чуть раньше это выложил. Но, ребят, все те же самые RME, зайдите на форумы, там у всех та же самая проблема. Зайдите на сайт Focusrite, там... Короче, это не то, что Apollo какие-то там не такие. Это все не такие. И Apple не такие, и Apollo. Я не собираюсь отказываться от Apollo. Я уж тем более не собираюсь отказываться от Apple. За последние, там, 10 лет я помню три таких случая. Да, я согласен, редко, но метко. Когда, по-моему, был какой-то большой скандал с Big Sur, по-моему. Я не помню уже, это было очень давно, когда что-то там перестало работать. По-моему, они перешли, типа, с какого-то там, типа, 32 бита на 64. Я не шарю. Я просто помню, что вот был у них такой момент, и тоже все негодовали. Потом это был такой момент где-то в году в 20-м, когда они пересели с Intel на Mac, и, например, Apollo не могли чуть ли там год, или даже больше, выкатить официальное обновление под M-процессоры. И вот третье, которое случилось недавно, это вот сейчас. Казалось бы, минорное обновление 14.6.1 Sonoma. И, кстати говоря, вот предыдущее обновление Sonoma было у меня какое-то типа 14.3, а когда я обновился вот на следующее, типа 14.4 или 14.5, я сразу заметил, как только я вошел в Final Cut, как будто мне поменяли MacBook. У меня он как будто стал в разы медленнее работать, он стал тормозить. Короче, вот это, по-моему, было обновление на 14.5, которое вообще я всем друзьям тогда писал, что типа не смейте обновляться, жутко тормозит компьютер. Поэтому здесь никто не виноват, и виноваты все одновременно. Да, такая вот классическая ситуация. Понятно, что у всех бывают какие-то факапы, и у нас, и уж тем более у таких крупных компаний, как Apple. Universal Audio вообще здесь как бы сбоку, ну, просто они сейчас берут весь удар на себя, потому что пользователи Apollo кому пишут? Ну, понятно, что они им пишут. Они не пишут в Apple в основном, потому что писать в Apple, это, грубо говоря, все равно что на деревню дедушки. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Еще больше я надеюсь, что это видео вам вообще не пригодится, и пройдите тогда мимо этого видео, и слава богу, как говорится. Вот. Но это то, что произошло со мной, поэтому у вас все получится, я в вас верю, потому что у меня это тоже получилось. А во всем, в остальном прочем, пишите комментарии, может быть, кто-то там что-то еще поможет, расскажет. Ну, тут как бы решение простое, просто снести все до основания и построить все заново. Что ж, остальные ролики на моем канале более позитивные, хотя это тоже я постарался сделать позитивным, поэтому до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok